Добрый вечер! Сегодня пятница. Я Анатолий Голя. Подводим итоги недели на РТР Молдова. Как раз сегодня есть о чем поговорить. Завершился определенный этап политической неопределенности. Наконец-то после 50 дней переговоров по созданию правящей коалиции и 3 дней объявления бесконечных перерывов в парламенте, сегодня была деблокирована работа законодательного органа власти. Для тех, кто еще не знает, заседание закончилось буквально полчаса назад, сообщу, что ЛДП и ДПП подписали соглашение о создании Альянса за Европейскую Молдову. Таким образом, эти две партии намерены создать миноритарное правительство, которое, как предполагается, поддержит и партия коммунистов Республики Молдова. Уже сегодня три партии избрали руководство парламента, его выборы завершились совсем недавно. Спикером стал Андриан Канду от Демократической партии, его заместителями Лиана Полихович от ЛДПМ и Владимир Витюк от ПКРМ. Либеральная партия, которая почти два месяца участвовала в переговорах по созданию правящей коалиции, осталась за бортом Альянса, хотя, в отличие от социалистов, пока провозгласила себя в оппозиции. Об этом мы должны были поговорить с председателем Либеральной партии Михаим Гимпу. К сожалению, у него непредвиденные обстоятельства, связанные тоже с работой парламента. По этой причине мы чуть-чуть задержали начало передачи, но в нашей студии первый заместитель председателя Либеральной партии, просто заместитель, Вячеслав Унтилы. Добрый вечер, господин Унтилы. Спасибо, господин Гимпу мне поручил прийти к вам сегодня. Я очень рад, что буду с вами дискутировать и действительно на месте о чем поговорить сегодня. Да, добро пожаловать, господин Унтилы, впервые. Я тоже благодарен, потому что фактически спас передачу. У нас сложилась такая ситуация непредвиденная, он буквально с корабля на бал. Напоминаю, мы в прямом эфире, вы можете задавать вопросы по адресу электронной почты голесобачка.ртр.мд. Есть очень много вопросов в социальных сетях, я сегодня объявил передачу. Господин Унтилы обещал полноценно представлять Либеральную партию и отвечать с тем же чувством юмора и ответственности, как и господин Гимпу. Господин Унтилы, о чем вы вели переговоры 50 дней и в конце концов это закончилось ничем для вас? Да, это закончилось ничем, но время еще покажет, как события будут развиваться. Но, в принципе, если говорить о тех переговорах, которые мы имели, я думаю, что граждане Республики Молдова уже примерно знают, почему нас не взяли в этот альянс. Дело шло о том, что мы хотели пару вопросов представили в дискуссиях. Речь шла о реформе Генеральной прокуратуры, но не о простой реформе, которой господин председатель Демократической партии объяснял, что не идет речь только о Генеральном прокуроре. Нужно в целом реформировать прокуратуру, нужно в целом, как он говорил, реформировать все, что касается юстиции в Республике Молдова. Нет, мы хотели бы иметь синицу в руках, а не журавля в небе. То есть, Генеральную прокуратуру. Мы хотели Генеральную прокуратуру, и мы не просили, чтобы этот прокурор был наш, Либеральной партией. Ни в коем случае. Мы хотели, чтобы Генеральный прокурор был назначен или избран... Гражданин одной из стран Европейского Союза. В крайнем случае. В крайнем случае. Это был крайний случай. И даже шла речь о том, что... Поличная деполитизация прокуратуры, и прокурор должен быть человеком, который на него никто бы не мог давить. Мы в выборной кампании везде говорили, что да, мы понимаем, да, мы знаем. Либеральная партия тоже участвовала, принимала участие в правительстве 2010-2013 года. Мы брали на себя некоторые ответственности, но мы не хотели сейчас в слепую идти. Это было первое. Второе. Мы попросили экспертизу. Дайте нам экспертизу, дел, состояние, дел в Республике Молдова на конец 2014 года. То есть, бюджет, какие есть долги Республики Молдова и так далее. Потому что говорится очень много 13 миллиардов лей, которые пропали в Банкадеэкономии. Кто будет платить эти деньги? Берет на себя либеральная партия обязанность поделить ответственность за эти деньги со всеми, с этими двумя политическими партиями. Ну, раз входит в коалицию, то берет. Да, но нам не дали эти данные. Мы так и не знали. То есть, мы должны были взять кота в мешке и пойти править с двумя другими политическими партиями. С генеральной прокуратурой все-таки давайте разберемся по порядку. Генеральная прокуратура, пост президента, просто министра транспорта. Потому что об этих трех вещах очень многое говорится. И об этом было сказано и в заключении вот этом соглашении, которое было согласовано с европейскими экспертами, с представителями европейских партий. Это намного позже пришло. И это объясняли наши партнеры по переговорам, объясняли этим самым, что есть пункты, которые мы не можем пройти. Но мы первое, что просили, какая будет схема, по какой схеме мы будем с вами говорить. Мы просили вернуться к 2010 году. Мы же смогли сделать втроем альянс второй по европейской интеграции. Смогли, смогли. Вот берем чистый лист и начинаем точно так, как в 2010 году. Все нормально. Кроме того, что президент ни в коем случае нельзя ставить в механизм распределения. И то, что министерство транспорта вам не положено, потому что нам нужно еще... Есть железные дороги Молдовы, которые мы обещали россиянам отдать опять в концессию. Есть некоторый ряд вопросов. И, ребята, если вы хотите, просто есть Министерство молодежи и спорта, и вы берете на себя всю ответственность будущего правления с этими 13 миллиардами минус денег, без никаких рычагов. Что такое ответственность, что такое принимать участие в правлении? Давайте все-таки по порядку. По генеральной прокуратуре. Речь идет о прокуратуре или о должности генерального прокурора. Потому что вот наш телезритель Мирослав Руснак сегодня задает вопрос. Каким образом может один генеральный прокурор менять систему, которая прогнила на протяжении последних 25 лет и даже больше? Господин Голин, в 2009-2010 годах мы тоже говорили о реформах юстиции. Мы признавали, что у нас корруппированы судьи. И Европы говорили, и что с того? В выборной кампании. Поэтому у нас есть горький опыт, что мы очень красиво говорим, много говорим. Но когда дело касается испанения, у нас пропадает интерес или появляются другие вопросы. Поэтому хотели в наш аккорд и осуществить. Соглашение об ассоциации. Надо было написать сразу, что мы берем на себя реформирование генеральной прокуратуры. И начинаем с назначением генерального прокурора со стороны. Придет генеральный прокурор плюс политическая воля партии, которые будут править. Вопрос решается. Есть политическая воля. Есть человек новый. Человек новый, который по-другому видит эти вопросы. И говорили, даже называли имена, там, Марар или Настаси, по-моему, из Румынии, известные юристы. Нет, мы не дошли до того, чтобы называть имена. Имена – это чисто выдумки пресса. Мы говорили о том, и помните, что у нас европейцы были, они согласились с нами. Примерно о процессе, как будет избираться. Был бы объявлен конкурс, были бы представлены кандидатуры, и мы вместе с европейскими экспертами бы выбрали эту кандидатуру. Убрали бы из законодательства положение о том, что должен быть граждан. Нет, убрали бы положение, что генеральный прокуртор отдали в данное гражданство. Если есть политическая воля, то издается ему второе гражданство, гражданство Республики Молдова. Как поступили на Украину? Я вам даю гарантии, что дела бы пошли в хорошую сторону. Почему не захотели? Кто не захотел, почему не захотел? Кто не захотел, трудно говорить, потому что мы пришли сегодня к тому, что вроде бы… У нас была сегодня пресс-конференция. Мы говорили на этой пресс-конференции о том, что хорошо, если стоит вопрос о том, что… С президентом мы сняли вопрос, мы предложили делать комиссию, которая в течение трех месяцев должна была разработать схему, по какой схеме мы будем идти в выборы президента через полтора года. Мы прошли. Остался пункт, который… А комиссия бы этот вопрос не решила. И что тогда? Мариан Лупов вчера спрашивал, что тогда? Разваливается коалиция? Нет. Потому что комиссия не решит. Комиссия может вынести решение провести референдум, менять конституцию, менять законодательство в парламенте. Менять законодательство в парламенте не хватает голосов конституционного большинства. Провести референдум народ поддержит, если речь идет о проведении всенародных выборов президента. Но вы предлагаете избрать президента поэтапно простым большинством голосов в парламенте. Народ это не поддержит на референдуме. И что дальше? Добрый год, подожди. Пожалуйста. О чем идет речь? Почему мы предлагали комиссию трех месяцев? Мы в течение трех месяцев должны были иметь политическую волю решать эту проблему и найти, как мы ее решаем. В обратном случае, через полтора года мы приходим к этому числу и начинаем все размахивать руками о том, что у нас-то нет голосов, а у нас-то не получается. Мы прошли через это. Поэтому мы, три партии, которые участвовали бы в этой коалиции, даже были писать, что в течение трех месяцев принимаем решение. Мы находим вариант какой. Мы не говорили, какой точно вариант. Да, у нас есть пару вариантов. У нас есть конституция, которая была разработана при ГИМПе, когда Михаил был исполняющий обязанность президента Республики Молдова. Там работала целая комиссия. 47 человек там работали. И у нас есть готовый вариант конституции. Мы могли это предложить. Или же другой вариант. Просто сделать референдум, поменять статью, касающуюся выборами президента. Чтобы президент выбирался 51 голосами. Либералы-демократы сказали, что нет, мы будем выбирать президента прямую. Всенародно. Всенародно. Окей. Но мы должны были иметь решение через три месяца, как мы это делаем. И делаем все, идем в том направлении, который мы выбираем. А быть инчертитуден, находиться все время в неопределенности, это очень сложно. Ну, получается все-таки, что пытались делить шкуру неубитого медведя. Есть живой, здоровый президент, который исполняет свои обязанности. Вы пытаетесь вот эту должность поделить уже сегодня. Либо определить порядок его избрания. И возникает вопрос, а если в этой комиссии, вы сказали, вы выступаете за это, либерал-демократы за всенародные выборы. Демократы еще не определились. Если в этой комиссии не находится решение, что тогда? Распадается альянс через три месяца? Да нет. А что делать? Мы ищем дальше. Ищем дальше. Но у нас есть еще год впереди. Вот какая разница только. Начать поезд сегодня. Когда начинаем махать руками, начинаем говорить о том, что, вы знаете, очень красиво, очень хорошо. Но у нас времени нету больше. И держать народ, как мы держали в прошлый раз полтора года, или чем-то говорили, тем резонабил. И вы согласились, что вопрос президента отпадает, не обсуждается? Вы согласились, что... Мы не согласились. Просто мы прошли так молчанием. Поэтому вопрос окей. Это вас сильно беспокоит. Давайте как-то найдем. Да, хорошо. Но все равно мы ставили этот вопрос. У нас он был. Но это не было... Объявлено. Не то, что не было объявлено. Мы могли бы пройти через это. Но мы ни в коем случае не могли пройти через генерального прокурора. Мы могли пройти через Министерство транспорта. Но это у нас генеральный прокурор, реформа прокуратуры, реформа юстиции в Республике Молдова. Мы обещали нашим избирателям. И мы говорили, да, мы знаем о всех недостатках. Мы знаем, что очень много было своровано публичных денег. Мы признавались перед нашими избирателями. Но мы обещали, что придет время. Рано или поздно все те, которые участвовали в грабежах и в присвоении публичных денег, будут нести ответственность. И мы принесли пример Румынии сейчас, которая имеет более тысячи уголовных дел по отношению публичных деятелей Румынии. То есть загвоздка все-таки это реформа генеральной прокуратуры и должность генерального прокурора. Здесь мы не могли никак договориться. Потому что у части наших телезрителей, я уверен, особенно русскоязычные, у нас не так много передач на русском, вот мы пытаемся пролить свет. Телезрители, вот я сужу по вопросам, которые поступали, многие пришли к выводу, что вот этот проевропейский альянс не был создан из-за деления портфелей, из-за разногласий при распределении должностей. И спрашивает, почему так важна должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры? Я вам сказал, почему мы решили вернуться к истокам 2010 года, когда мы создали альянс. И когда нам сказали, что мы идем точно по тому сценарию, и у нас все получится. Кроме того, что президент, председатель парламента больше не принадлежит как бы либеральной партии, а пост президента не распределяется. Это первое. А министерство транспорта в то время было у нас. И тем более, что мы узнали в этой выборной кампании о том, что собираются железные дороги в Молдову тоже, чтобы ушли в консессию. В то время, когда говорится о том, что Совет Европы хочет помочь нам соединить ЯСы с Кишиневым, с Европейской железной дорогой, в то время мы начинаем решать проблемы. В 2010-2013 году у вас было 4 министерства. Министерство транспорта, дорожной инфраструктуры, молодежи и спорта, обороны, экологии и окружающей среды. Вы настаивали, чтобы и сейчас получили те же министерства, демократическая партия. С тремя министерствами согласилась, министерство транспорта отдавать не захотело, потому что в 2013 году, в 2014, нет, в 2013, в 2013 году после политического кризиса в мае полтора года было за ним это министерство. Почему такой интерес? Вы очень легко проходите через этот политический кризис. Это не был только политический кризис. Это было просто наглое экскрудеря. И исключение либеральной партии. И исключение либеральной партии из правления. Сравной. Нагло. При том, что не просто это, разбили нашу фракцию по правительству. Да, я продолжу вашу мысль. И раскол либеральной партии на либеральных реформаторов. Из 12 депутатов у нас осталось 5. Мы прошли через это. Мы ни одного упрека не сделали нашим коллегам. И вернулись, получили те же 13 мандатов. Да, и они сами сказали, что на базе наших переговоров стоит продолжительность, как бы, континуитаты. Продолжительность. Преемственность. Преемственность. Стоит преемственность. Окей, если стоит преемственность, в первом случае уже пост председателя парламента уже будет принадлежать второй партии, потому что она имеет больше голосов. И это нормально, что она может вторая выбирать, и она будет выбирать свободный пост спикера. Нет никаких проблем. Здесь мы прошли. А почему мы должны пройти через Министерство транспорта? Вот почему? Просто так, потому что... И тем более, что мы не ставили в углу угла то, что касается должностей. Ни в коем случае. Нас интересен процесс. Как мы будем... Вот какие принципы? Если идет процесс преемственности, значит, он должен быть точно такой, который был в 2010 году. Если идет другой принцип, тогда давайте. По какому принципу? Гимб предложил. Раз, два, три схему. Они хотели преемственность, чтобы сохранить за собой это Министерство транспорта. Оно добилось определенных успехов. Мы видим, что отремонтированы многие дороги. Это правда, это действительно так. И хотели продолжить. Господин Голик, одну минуточку, но два года эта Министерство была у нас. У них было год только. То есть успехи... Мы начали все раскручивать. Ну вы разделите как-нибудь успехи. Мы начали все раскручивать. Эта дорога, которую американцы построили, или ряд других дорог, это было наше начало. Вообще соглашение это обговаривали еще при власти партии коммунистов в 2008 году. Да, может быть. Но подписали все, мы это сделали, подписали мы. Вызовы тысячелетия тогда начали прорабатывать в 2008 году. И определили сумму. Потом власть поменяли, сумму чуть-чуть увеличили. И построили действительно хорошую дорогу. Господин Лупу вчера сказал, что либеральная партия хочет только должности, но отказывается от ответственности. Им предложили Министерство юстиции, где нужно проводить реформы и брать ответственность. Министерство сельского хозяйства и продовольствия, где нужны реформы и брать ответственность. И, кстати, где есть и деньги немалые. И третье министерство какое-то он назвал, я уже сейчас не вспомню. Министерство труда и социальной защиты, которое отвечает за пенсии. Вот здесь можно реформу сделать. Вот даже интересно, вот товарищ Лупу, который имеется, который он хороший экономист, он мне может сказать, как мы можем увеличивать пенсии, решать социальные проблемы нашего населения, республики Молдова, не имея Министерства экономики. То есть, не имея средств. Как мы это можем решать? Это никак нельзя решать. И сегодня вы вышли... То партия политическая, которая имеет Министерство труда, она должна обязательно быть в Министерстве экономики, чтобы она знала, как планировать, как сделать так, чтобы... Мы же обещали выборной кампании о том, что пенсии будут подниматься, что заработные платы будут подниматься, что социальные вопросы будут по-другому решаться, что мы идем на другой виток, на увеличение благосостояния людей в республике Молдова. Как это можно сделать без Министерства экономики? Господин, он делает. Ну, создается коалиция. Три партии берут на себя власть, имеют поддержку Европейского Союза. Нужно торопиться. Региональная ситуация очень плохая, очень напряженная. В целом, в Европе конфликт на Украине, ситуация с Россией, сокращение поступлений денег из-за рубежа, сокращение экспорта. Все это объективные причины. Нужно работать. А вы продолжаете делить должности. Какая разница, кто будет руководить вот здесь, если мы вместе сидим за этим столом и двигаемся вперед? Нет, мы берем на себя какую-то ответственность. Придя к власти, будучи в правлении, мы берем на себя ответственность. Для того, чтобы управлять нормально, для того, чтобы прийти к избирателям 4 года и сказать, что вот мы были во главе того или того министерства, мы должны иметь рычаги, какие-то рычаги, чтобы потом иметь и ответственность прийти. А просто прийти, нести только ответственность, без каких-либо рычагов, это просто никто не согласится на это. Это вопрос, который обязательно будет влиять только на снижение имиджа этой политической партии. И получается так, что мы все отвечаем за все, что творится в республике Молдова, но мы не имеем никаких рычагов. Кто нас обезопасит от того, что сейчас, мол, Телеком уйдет, сейчас уйдут Рецель или Норд, что железные дороги подаваться. И мы, либералы, будучи у власти, придем к избирателям и скажем, что вы тоже же были, где вы смотрели? А у нас нет никаких рычагов. У нас нет ни рычагов юридических, чтобы можно было что-то взять за руку и сказать, что здесь это нельзя делать. И нет никаких рычагов управления. Как идти к власти? То есть ответственность делится, Только ответственность. Ответственность делится, а власть принадлежит только одним. Вы не захотели этого? У нас должны быть рычаги. У нас нет первых из трех постов в стране. Да, окей. Но мы идем, мы берем на себя ответственность управления страной. И мы ответственны перед избирателями. Придем через четыре года, мы должны будем объяснять, почему не было сделано то, что мы обещали выборной кампании. И мы скажем, у нас не было инструментов. А что пошли тогда? И сегодня в качестве последнего шага компромиссного вы вышли на пресс-конференцию и сказали, мы готовы отказаться от Министерства транспорта, дорожной инфраструктуры, если нам дадут Министерство экономики или Министерство финансов. Или Министерство финансов. Какова была реакция ваших партнеров по переговорам? А никакая не была. Никакая. Сегодня не было никаких переговоров, никаких встреч? Никаких переговоров, никаких звуков. Я хочу сказать, что наш председатель партии Михаил Гимпо участвовал где-то неделю тому назад на одной из передач, я не хочу назвать... Я помню, в понедельник это было. В понедельник это было, в 9 часов. И Михаил сказал, что я вам гарантирую, как бы он сказал тогда, что если мы откажемся от всех министерств, если мы откажемся от реформ в Генеральную прокуратуру, нас все равно не возьмут, потому что этот вопрос давно решен. И я тоже думаю, что этот вопрос связан и с геополитическим интересом в этой зоне. Сегодня переговоров не было. Вы знали, что будет коалиция такая, какая она появилась. Вы говорите, что еще неделю назад. Я тоже разговаривал с господином Гимпо еще в прошлую пятницу. Уговаривал идти на передачу. Он сказал, я в эту пятницу не приду, потому что... В прошлую. Потому что меня потом обвинят, я скажу, и меня обвинят, что я разрушил Альянс. Поэтому давайте подождем. Потому что я знаю, что Альянса все равно не будет. И у меня сложилось впечатление, что господин Гимпо и либеральная партия не очень-то и хотели идти во власть. Потому что в нынешней очень сложной экономической ситуации предпочтительнее быть в оппозиции, нет? Я думаю, нет. У вас ошибочно сложилось такое мнение. И не у вас одного сложилось такое мнение. Честно, мы хотели участвовать в этом правлении, потому что начались процессы внедрения как бы Республики Молдова в этих всех европейских процессах. И мы те, которые 12 лет тому назад одни из первых или единственных даже говорили о том, что Республика Молдова должна стать членом Евросоюза. И мы не можем сейчас, когда эти процессы пошли, мы оказываем в оппозиции. Но я хочу обещать телезрителям, что мы ни в коем случае не будем в оппозиции к евроинтеграции. Мы будем в оппозиции к коррупции. Мы будем в оппозиции ко всего нечеловеческого, что будет твориться у нас в Республике Молдова. Но время еще посмотрим, как вопросы будут развиваться, потому что сегодня мы не объявили, что мы в оппозиции. Вот я это хотел спросить. Социалисты объявили, а мы еще не объявили. Социалисты объявили, что они переходят в оппозицию. Вы еще не определились. Вы не делегировали своего человека в состав постоянного бюро парламента еще сегодня? Да, но это мы сделаем, потому что, в принципе, я хочу сказать, что либеральные... Это будет господин Генпу, скорее всего. Да, это будет скорее, но мы знаем, что это будет господин Генпу. Но, в принципе, у нас коллегиально принимается решение в партии, и как-то мы сегодня не были готовы к тому, что все это произойдет. Я знаю, во всех партиях принимается решение коллегиально. Председатель партии говорит, остальные голосуют. Да нет, я думаю, что споры большие. Спорим между собой и находим правильные решения. И в этом случае, я думаю, что будет господин Генпу, но мы все равно должны пройти это через политическое бюро партии. То есть, вы не уходите в глухую, жесткую оппозицию, как социалисты, и вы, можно так понимать, что законопроекты, которые касаются выполнения соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, те законопроекты вы будете поддерживать, как поддерживали в прошлом и в прошлом парламе. Мы будем поддерживать, мы будем работать для того, чтобы улучшить качество этих проектов. Мы будем делать для того, чтобы Республика Молдова двигалась в правильное направление. Но своим бывшим партнерам вы мстить так будете? Что значит мстить? Мы будем делать работу оппозиции. Пускай это будет конструктивно. Да не существует неконструктивно или конструктивно. Существует? Не знаю. Я думаю, что оппозиция есть оппозиция. Там, где хорошая работа, это оппозиция. Там есть хорошие дела, идут хорошо. Меньше воруют, меньше крадут публичные деньги и так далее. Партия социалистов – это одна оппозиция. Партия коммунистов – это немножко другая оппозиция. Здесь у нас разные взгляды и позиционирование наших партий. Во-первых, мы либералы, я бы сказал, что мы не будем встать в оппозицию всех европейских перемен, которые будут иметь место в Республике Молдова. И всех тех намерений, хороших намерений правящей партии для того, чтобы развивались отношения между Республикой Молдова и Европой. То, что касается социалистов, у социалистов на бильбордах были представители других стран. И у них путь геополитический идет в евро-осиатскую интеграцию. И поэтому нам не по пути, даже близко не по пути. Вот отсюда я и начну задавать вопросы телезрителей. Потому что я обещал, и каждый раз остается очень много вопросов за кадром, и мне очень жаль, потому что телезрители на самом деле помогают мне делать передачи. Вот вы сказали про граждан других стран, и вопрос есть Клим Клименко. Есть ли в либеральной партии граждане Молдовы других национальностей? Молдоване русские, украинцы, евреи или только румыны? Может ли гражданин России или Румынии быть в Молдове президентом, министром, депутатом? Ваше мнение. Наш закон позволяет иметь данное гражданство. Это первое. Второе. Если мои родители родились в Румынии, и они румыны, если даже не в моде сейчас в республике Молдова, я не могу называться по-другому, потому что мои родители румыны, и я тоже являюсь румыном, и я думаю, что мы ни в коем случае не должны спекулировать, кто ты по национальности, потому что в последнее время получается, что может быть, кем ты хочешь в республике Молдова, кроме одной национальности. Поэтому мы даем право. Мы либеральная партия. Что такое либеральная партия? Либеральные взгляды. Право человека на выбор. Мы всегда ценим. Человек сделал выбор, это его право. И мы ценим вот этот вопрос. То, что у нас нет других национальностей, я даже не знаю сейчас, каких у нас национальностей, потому что мы об этом не говорим в партии. Но вы считаете, я знаю, что по закону сейчас можно, но вы считаете нормальным граждане других стран, чтобы были депутатами, министрами, президентом страны, например? Я считаю, что граждане других стран не могут быть ни в коем случае на постах связаны с безопасностью страны. С государственной безопасностью, государственной тайной. Здесь четко ты должен определиться с кем-то, как бы. В остальном можно. А в остальном, я думаю, что можно. Понял ваш ответ. Так, дальше я задаю вопросы, если можно, вот на эти вопросы. Не, но вопрос идет не только, у нас есть граждане с другими паспортами, другого цвета, там, главы Орел и так далее. Есть в Болгарии, есть, телезритель так и пишет, Россия или Румыния или других стран. Вопрос. Конкретно, кого вы предлагали на министра транспорта, министерство финансов или министерство экономики? Мы не дошли до этого. То есть... Опять же, я вам говорил сейчас, что мы не направили человека в политическое бюро, в парламентское бюро, потому что нужно было, чтобы мы имели решение коллегиального органа, в бюро политики. То есть, до персоналей не дошли? Не дошли, потому что мы были уверены, до последнего момента мы были уверены, что... Было видно. Вот когда выходят наши партнеры и говорят, либеральная партия, и все информационные структуры, которые мы знаем, кто руководит этими информационными структурами, говорят о том, что вот эти либералы не хотят. Мне было уже иной раз неудобно ходить по дорогам. Мне спрашивают, ну почему либералы? Ну что же вы хотите? Я говорю, а что хотят либералы? Вот скажите мне, где мы не уступаем? Или где мы стали в позицию? И все приходили к тому, что когда объясняешь, да вроде все нормально. Но каждый день говорилось, что гвоздь либералов. И сегодня, и вчера, если вы слышали. Но сегодня мы вышли-то и сказали, что хорошо, вам нужен министерство транспорта, берите министерство транспорта. Дальше что? Ничего, даже не позвонили. Фаина Гримберг, философский вопрос, если можно. Свойственно ли гражданам Молдовы, в том числе депутантам парламента, чувство стыда? Или это уже анахронизм? Да, я думаю, что стойство. Я это почувствовал очень сильно в выборной кампании. Я не принимал участие, я не был 4 года в парламенте, по большому счету, я не должен был как бы. Но мне было стыдно за наших людей, потому что то, что говорили граждане нашей республики, это выборная кампания, к сожалению, была правда, понимаете? И когда тебе приводят банк де экономии, или аэропорт, или какие-то вещи, как можешь отвечать? Просто становится стыдно. Но меня другое беспокоит. Вот были недавно вчера пресс-конференции, я вспомнил Илфова и Петрова. Он крал, но при этом краснел. Вот он так манипулировал руками вчера эту пресс-конференцию, что просто Илфов и Петров отдыхал. Когда он объясняет, что либералы предлагают вопрос генерального прокурора. То есть генеральный прокурор должен быть со стороны. Да разве идет речь только о генеральном прокуроре? Здесь нужно в целом реформировать прокуратуру. Да вообще и судебную систему. Да, но 4 года люди не могут найти правду в инстанциях. По этому поводу есть другое высказывание. Врет и не краснеет. Врет и не краснеет. Поэтому я вам скажу честно, сейчас будет другое вопрос. Бывает честность политика? Бывает. Есть хорошие политики, есть политики, которые стыдны за то, что делают даже их коллеги. А когда идешь в выборные кампании, и я вам хочу сказать, что первые 10-15 минут просто очень-очень трудно говорить людям, потому что они говорят так. Все вы одинаковы, все вы такие, всех мы знаем, мы с вами не хотим говорить. Потом со временем, как бы проходит некоторое время, люди начинают понимать, начинают задавать вопросы, как-то по-другому беседа идет. Телезрительница, когда задает вопрос о чувстве стыда, я думаю, имеет в виду вот эти переговоры. Потому что на самом деле было стыдно за парламент, и мне приходилось слышать, что люди говорили, вот бы сейчас выборы, вот мы бы за них, за всех проголосовали бы. — Поверьте, господин Голля, поверьте, что не был вопрос в либералах. Если был бы вопрос в либералах, он очень быстро бы решился. Вопрос не был в нас. Вопрос был, как бы сделать без либералов, как бы сделать с коммунистами, дабы наши избиратели не поняли это, вы сегодня видели. Сделали аккорд, подписали. И кто будет голосовать? Нам все равно, кто будет голосовать. Главное, чтобы депутаты имели ответственность. И кто имеет ответственность, будет голосовать. А почему-то избрали заместителем председателя парламента коммуниста. Ну, потому что есть договоренности, они не скрывают. Миноритарная... Не скрывают? Тут пресс-конференция была 30 минут тому назад. Миноритарный альянс, миноритарное правительство, оно не может быть сформировано без поддержки других депутатов. Я с вами согласен. Но надо сказать честно, нам либералы не понравились, потому что они требовали генерального прокурора и требовали реформы. Это бы ставило в опасность многих членов этих правящих партий. Поэтому мы возьмем пока коммунистов, пару кругов сделаем с ними, а потом як фишка ляжет. Попутный вопрос про Министерство транспорта и прокуратура. А если бы был независимый прокурор и деполитизированная прокуратура, и начала бы копать то, что было в Министерстве транспорта до 2010 года, как ремонтировались локомотивы в Бухаресте, сколько миллионов, там действительно миллионов было потрачено, что говорят, что можно было целые поезда купить, и затронуло бы либеральную партию вот все это, что бы вы сказали. Мне хорошо понравилось, что говорят. Говорят, что пока эти поезда были при Министре Шалару, они ездили. А вот только Министр ушел, нужно было сделать, чтобы они не ездили. Если вы помните, показывали кадры, когда горел локомотив, и подошел механик, посмотрел, что горит, отвернулся и ушел дальше. А и горит. То есть, это и мы считаем, что это чистейшие воды провокации были с этими вагонами. Но бог с ними. Я сам юрист, и вы знаете, я всегда люблю, чтобы говорили факты. Аргументами, фактами, доказательствами. Аргументами, фактами, доказательствами. Господин Шалар не имел ни одного уголовного дела, пока он управлял этим министерством, и на него до сих пор нет. То, что говорят, что там что-то может быть с шубой, или асфальт был другого цвета, все это может быть. Но я стою на позициях, что, извините, что я буду говорить, вот этот фильм советский был, когда Жеглов говорил, что вор должен сидеть в тюрьме, я полностью поддерживаю. Вор должен сидеть в тюрьме. Но я больше скажу сейчас, что те, которые воровали в Республике Молдова, тоже будут сидеть в тюрьме. Это будет чуть позже. Все равно реформы прокуратуры, реформы юстиции будут в Республике Молдова. И рано или поздно, кто думал, что человек, который сделал все для того, чтобы Румыния стала членом НАТО, который был премьер-министром, который очень многое сделал для Румынии, будет сидеть в тюрьме. Сидит, потому что воровал. И министры сидят, очень многие сидят, прокуроры сидят. У нас тоже это пройдет. Ну, пройдет 4-5 лет. Вы знаете, если миролитарный альянс добьется, который был создан сегодня, добьется того, что вы говорите, чтобы кое-какие воры сели в тюрьму, то альянс имеет шанс на успех. Имеет шанс на успех, имеет шанс. Самое главное, сейчас мы должны доказывать европейцам, что мы хотим эти реформы. Что мы искренне хотим эти реформы. Когда в аэропорту мы встречались, все были за эти реформы. Все сказали, что очень хорошо, очень четко все идет. Если вы видели декларацию Сира Ватсона, нашего лидера европейского либерального, он сказал, что мы все нашли договоренность. Тогда все согласились. После этого пришли, сказали, посмотрим, не идет. Господин Унтилов, вопрос наш общий знакомый с вами, Леонид Смоленецкий, задает. На румынском я переведу. Как обстоят дела с Королевским домом Румынии, который требовал от либералов, в частности от Киртуака, чтобы не допустили коммунистов к власти? Получается, что допустили, подтолкнули. Я вам хочу сказать такую вещь, что Леонид Смоленецкий очень хороший специалист. Мы абстрагируемся от автора вопроса. От автора, да. Не было у нас никаких обязательств ни перед кем. У нас обязательства перед избирательными республики Молдова, которыми мы говорили, что избирайте либеральную партию. Да, у нас есть грехи. Не нравится либеральная партия, выбирайте из трех партий, которые имеют проевропейский курс. Вот они выбрали. Проевропейский курс. Ни в коем случае не выбирайте коммунистов. Мы это говорили. Это разве не больше, чем Королевский двор, о котором он говорит. Просто Смоленецкий, наверное, очень хотел, мечтал в детстве получить какую-нибудь награду от Королевского дома. До этого не дошло еще. Еще не ветер. Сейчас он на бирже, сейчас, наверное, на Киртуака. Еще не ветер. Еще не ветер. Но тут имеет, а он нет. Галина Хаджикова задает вопрос. Хороший вопрос. По Конституции каждый депутат должен пройти через кабину тайного голосования при избрании председателя парламента. Сказать, что фракция не будет голосовать, это все равно, что всей партийной фракции зайти в кабину для голосования. Почему руководство партии Михаил Гимпу лишает членов фракции конституционного права быть депутатом, участвовать в тайном голосовании и выразить свое мнение? Кстати, я соглашусь с телезрителем, потому что вы поступили сегодня так же, за что критиковали коммунистов в 2009 году, 2010 году, когда Воронин запрещал фракции участвовать в выборах. Почему не разрешили депутатам, чтобы посмотреть, сколько будет голосов? Очень хороший вопрос. Да, я тоже считаю, что хороший. Очень хороший вопрос. Он мне нравится, этот вопрос. Я вам хочу сказать, что только разница в чем, что не Михаил Гимпу нам запретил идти в кабину. Просто мы встретились на фракции и поставили вопрос, мы будем голосовать или нет. И кто-то предложил, не будем голосовать. И принес аргументы. Почему не будем голосовать? Да потому что, если не будут выбирать председателя парламента, или появятся какие-то плюсы, минусы этих голосов, скажут, что подождите, за нас голосовали, либералы, начнут забивать какие-то вопросы. Поэтому мы приняли решение, чтобы никто не мог говорить о том, как либералы голосовали, тайно, не тайно, что они сделали. Мы приняли решение, чтобы не давать никаких аргументов для дальнейших дискуссий про либеральную партию, мы не будем принимать. Но это, если хотите, еще больше. Это и наш протест против того, что случилось сегодня в парламенте. Протест. Мы не можем же сейчас начинать какие-то делать резкие движения. Это наш протест сегодняшнего дня. И еще один вопрос, немножко в другую тему, но она тоже очень актуальная. Получается, что тем, что вы сегодня отказались, или вас не взяли, или не согласились создавать коалицию, можно интерпретировать как угодно, вы лишились поддержки Дарина Киртуак и со стороны двух партий на местных выборах. Что будет на местных выборах? Весна скоро, пишет телезритель. Местные выборы очень важны для политических партий события. И, конечно, мы готовимся. У нас создан уже республиканский штаб по выборам, создан Кишиневский штаб. Мы будем принимать участие, но, вы знаете, мы уже до того благодарны нашим друзьям по коалиции. В 2013 году сильную помощь они нам оказали, когда мы из места 12 депутатов у нас осталось 5. Так что спасибо большое за всю эту поддержку. Нам такая поддержка не нужна. В 2011 году я сомневаюсь, что господин Киртуак выиграл бы выборы, если бы не было поддержки либерально-демократической и демократической партии во втором туре выборов. Во втором туре выборов. Чтобы не мешать. В том числе. Они сняли своих кандидатов. Они потеряли из-за этого места в муниципальном совете. Да, но у них были кандидаты. Они сняли своих кандидатов? Нет, у них не было кандидатов. Отозвали. У них не было кандидатов. Это для того, чтобы дружить дальше. Давайте мы с ним сделаем вам услугу. Посмотрим, как в этом году будут развиваться события. Но мы встречаемся с кишиневцами. Дарин имеет серьезнейшие шансы взять третий раз в мандат. И мы уверены в этом, что он возьмет третий раз в мандат в Кишиневе. Потому что, если люди хотят, чтобы пахло в Кишиневе, как было при Урекиану, нет проблем. Урекиан, наверное, будет участвовать в этих избирательных гонках. Вам лучше знать, вы бывшие товарищи по партии с Урекианом. Если мы хотим, допустим, вернуться опять к тому общественному транспорту, и мы хотим иметь те же дороги, пожалуйста. Да, он молодой, он очень перспективный, ему завидуют. Но он будет следующий генералем мэра Кишинева. И вы в этом все убедитесь. Будь это с помощью наших партнеров по Евроальянсу или без них. Я сегодня на некоторых телеканалах уже видел, что избирательная кампания началась, и против господина Киртока началась серьезная критика в его адрес. Единственное, что нас беспокоит, это манипулирование путем информационных средств, которых имеется в достаточности у некоторых наших коллег. От этого никуда не денешься? У нас их нет. Это наша проблема. Но мы пройдем. Мы будем больше встреч организовать, мы будем больше с людьми говорить. Мы будем ходить по избирателям, по месту жительства, по месту работы. Все равно, понимаете, я думаю, что люди устали от этих всех политических дрязг. И сейчас не так легко манипулировать людьми. Я думаю, что они примут правильное решение. Что имел в виду господин Гимпу, если можете прояснить, это был вопрос для него лично, но так как он так и не смог прийти на передачу. Что он имел в виду вчера, когда сказал, что коалиция без либералов, это будет означать отказ от европейской интеграции, интеграцию в Евразийский Союз, Майдан? Дословно он так сказал. Ну, это надо будет все-таки спросить господину Гимпу, но я немножко говорил сейчас про геополитических интересах. Наверное, Гимпу имел в виду о том, что, когда идет речь о том, что коммунисты возвращаются к власти в республике Молдова. Молдова, это значит поменять курс, не в Европейский Союз, потому что коммунисты против европейского развития республики Молдова. Никогда не говорили, что они против. Они говорили, что имеют замечание к соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Давайте будем говорить, в последнее время очень трудно понимать, что хотят коммунисты. До обеда они хотят в Евразийский Союз, после обеда они хотят в Евросоюз, не поймешь. Но если коммунисты сейчас начнут блокировать наши естественные движения в сторону Европы, то появится очень много... Блокировать они могут как? Не поддерживать определенные законопроекты в парламенте, которые будут выдвигать ЛДПМ и ДПМ. Но в этом случае у них есть либеральная партия, которая обещала голосовать за проевропейские проекты. Конечно, мы поможем. Такая ситуация интересная и любопытная. В общем, в кризисных случаях мы поможем. Мы не оставим просто так, чтобы кто-то использовал политические сейчас дрязги в Молдове. Но коммунисты далеко не европейцы. Поэтому я думаю, что коалиция с коммунистами... А в Молдове есть европейцы в настоящем смысле этого слова? Либералы. Молдавские политики. Либералы, которые 12 лет тому назад пришли первые в 2002 год и сказали, что республика Молдова должна находиться в первоевропейской семье. Мы были первые, которые этим начали говорить. Потом появились очень многие, которые в этой выборной кампании прямо европейцы с рождения. Я могу сказать, что коммунисты начали путь в Европейский Союз, потому что они объявили это приоритетом в 2003 году. И в 2005, наверное, или 2006, 2005, 2005, 22 февраля они подписали план действий республика Молдова и Европейский Союз. Поэтому коммунистам не чужды интересы европейской интеграции. Не чужды. Поживем, увидим, это же не так долго осталось. Через месяца-два даже мы поймем, какая температура, средняя температура в политике республики Молдова. В парламенте 36,6, средняя по парламенту, нет? Не дай бог, чтобы она была как в больнице, помните, там тоже 36,6 и порядок. Последний вопрос, так как мы уже немножко даже перебрали времени эфирного, последний вопрос, как, на ваш взгляд, ваш прогноз, вы в парламенте, вы чувствуете температуру изнутри, как будут развиваться события, как будет функционировать миноритарная коалиция, как будет формироваться правительством, когда и кто станет премьер-министром? Мы сегодня не объявили себя в оппозиции, мы ждем, как будут развиваться события. Нам так же интересно, как и вам. Потому что до сегодняшнего дня не было абсолютно понятно, 5 минут до того, как избирать кого-то, не было понятно, кого будут выбирать. То есть, с одной стороны, мы те, которые дискутировали 50 дней, а с другой стороны, мы знаем даже меньше, чем вы или, допустим, граждане некоторые, которые в республике Молдова. Мы знаем, потому что вот такой метод ведения переговоров, это говорит еще раз так, что никакой, никто не хотел честно идти и сделать этот альянс. Абсолютно. Что будет? Я молю Бога, чтобы было все хорошо. Я хочу, чтобы, наконец, начали расти пенсии, заработные платы. Эти люди этого возраста, третьего возраста, им некогда ждать, когда будут решаться какие-то политические вопросы в республике Молдова. Мы обещали им выборной кампании. Жалко, что мы не будем участвовать в правлении. А кто его знает, может быть, еще споткнутся завтра, послезавтра и поймут о том, что они ошибку сделали. Придут к нам. К местным выборам. А может, к местным выборам. Мы, может, и руку помощи протянем. Во всяком случае, все, что будет зависеть от либеральной партии, мы будем честно делать свою работу. Мы зря кушать парламентский хлеб не будем. И наши граждане, наши избиратели обязательно в этом убедятся. Мы их не подведем. На ваш взгляд, кто будет премьер-министром, когда будет формироваться правительство? Очень трудно говорить, потому что сегодня вроде бы там двери трескались перед ними. Выходили, заходили. Там очень трудно. Там температура не 36,6. Ни в коем случае. Гораздо выше. Гораздо выше. За 40. Я спрашиваю, потому что господин Дьимпу сказал, что без либеральной партии Юрий Лянко не станет премьер-министром. А мы подождем, увидим. Это будет в течение недели. Коммунисты будут, на ваш взгляд, голосовать за его кандидатуру? Я думаю, что коммунисты сейчас заманят, заманят, заманят очень хорошо, а потом начнут ставить условия. Хотите, чтобы мы голосовали за это? Там будут вопросы, которые либеральные смогут голосовать. Допустим, если мы не в правлении, мы ни в коем случае не можем голосовать за бюджет. Мы не можем голосовать за некоторые документы, которые просто не имеем права, будучи в оппозиции. А если коммунисты, значит, скажут, хорошо, сумму назовите, мы будем голосовать. То есть, начнется спекуляция. Что, даже так голосуют в молдавском парламенте? Не знаю. В этом случае я образно это говорю. Идет речь о цене вопроса. Поэтому увидим. Поживем, увидим, господи Голи. К сожалению, цена вопроса есть такое. Я это с сарказмом сказал, потому что я знаю, что есть цена вопроса в молдавской политике, цена вопроса избрания президента, цена вопроса голосования определенных законопроектов, цена вопроса раскола либеральной партии. Да, эту цену я тоже знаю. Эту цену я знаю, я думаю, что это всплывет, потому что есть факты. И когда будет генеральный прокурор со стороны, я вам даю гарантию, что вопрос тоже начнет думать об этом. Сколько стоит измена либералов в 2013 году? Я, как и вы, очень хочу, чтобы был генеральный прокурор со стороны. Я желаю этого всему политическому классу Молдова в особенности. Спасибо за участие в сегодняшней программе. Спасибо за то, что вы за пять минут доехали от парламента до нашей студии. Я хочу извиняться перед избирателями. Я буду больше работать, как бы говорить по-русскому. И я думаю, что если вы меня будете приглашать, более качественно будет мой русский язык. У вас хороший русский язык, как и господин Агимба. Я жду, что он сдержит слово, сдержит свое обещание. А он обязательно, либералов всегда держит свое слово. Вопросы к нему остаются. Посмотрим. Спасибо. Удачи, успехов вам, всего доброго. Уважаемые телезрители, я, Анатолий Голя, вы смотрели «Пятницу» с Анатолием Голя. Всего вам доброго, до встречи в «Пятницу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова